Привет! Это Медиатрафик Кардинал. В эфире проект от нуля до ста. Здесь мы говорим о роскошных тачках и больших деньгах. Мы проверим, насколько топы любят быструю езду и за сколько их авто разгонится от нуля до ста. Давайте скорее знакомиться с первым гостем нашего шоу. Погнали! Привет, друзья! Это проект от нуля до ста от Медиатрафик Кардинал. И сегодня у нас в гостях Яков. Приветствую! Команда РПТ. Задача шоу сделать так, чтобы объединились разговоры о больших деньгах, а также любовь арбитражников к классным тачкам. И сегодня мы не только поговорим с Яковом в формате интервью, но также и погоняем на автомобиле. Расскажи, пожалуйста, на чем сегодня будем ездить? Слушай, сегодня будем ездить на моем автомобиле BMW 5 в кузове G30. Расскажи пару слов мотору. Сколько лошадиных сил? 3 литра бензин. Это движок. В стоке 340 сил. Это модель 540i. У меня она прочипована до стейджа второго. Стоят даун-пайпы. Где-то 420 сил, примерно 800 крутящего. А также я доработал, стоит кастомный выхлоп, потому что, ну, столько вообще не звучит. И этот хотя бы какой-то пародия на настоящую гоночную машину дает. Звучит как пушка. Расскажи, какой результат ты ожидаешь? От наших заездов? Да. Слушай, я ожидаю максимально возможный результат. Мне было бы очень приятно, если бы она поехала от нуля до сотни за 4,2. Да, давно тебя не было в уличных гонках. То, что я видел, что на ютубе вроде как ездят. 540-е, ну, выходят как бы из этих цифр. Супер, погнали проверим. Субтитры сделал DimaTorzok Пройдемся по комплектации. На то время, когда я брал машину, это 21 год, сентябрь. Это была самая жирная комплектация, которая была прямо в наличии в Москве. Здесь, в принципе, 4-зонный климат-контроль, камеры 360, активный круиз-контроль. Можно, кстати, что-то наподобие автопилота Теслы, только как бы она не привезет тебя прямо к адресу. Она может ехать там прямо, входить в повороты, перестраиваться. Сама прикольная штука. Я сначала прям игрался. Вот. Люк. Да и, в принципе, наверное, из таких каких-то... А, управление жестами громкости. То есть там полный привод. Я купил, ну, новую с салона, дальше уже сам доукомплектовывал. Сначала прочиповал, а потом уже понял, что не хватает какого-то звука, поставил выхлоп кастомный. После чипа, то есть прям значительно, я прям помню, я забрал ее, выехал напрямую, как газанул, у меня аж дыхание захватило в первый раз. То есть мне очень понравилось. Поговорим про машину. У тебя была первая машина во сколько лет? Это 16 лет. Отец отдал мне Жигули классику, четверку. Это, ну, как бы его машина была, она 97-го года, как и я. Она даже старше была меня на 2 месяца. Ого-го-го. Вот. И это была первая машина, я прям с ней возился там. Варил ее, чинил ее, там, помню, шаровые менял сам. То есть, ну, прям первый такой автомобиль. Это было круто. Ты вообще в тачках хорошо разбираешься? Нет, не так хорошо, как хотелось бы, но более-менее нормально. Хорошо, а первая машина, которую ты, на которую ты заработал сам, какой она была? Первая машина, которую я заработал сам, это была 520-я BMW, тоже пятерка, тоже G30, это был 20-й год. Расскажи, насколько она была для тебя желанная? То есть, это была машина твоей мечты, либо ты понимал, что машина, которую, допустим, сейчас погонять, а потом что-то на что-то еще поменяют? На то время это была машина мечты, я очень сильно хотел BMW, максимально сильно, насколько это хотелось. Понятно, что там есть другие BMW, там, ну, более мощные на то время, но я даже на это не смотрел, мне было важно вот BMW, и я очень хотел пятерку. Я выбирал между тройкой и пятеркой, но выбрал пятерку, потому что, ну, ее я именно больше хотел, и это был, ну, дикий фурор, эмоции были, ну, на самом деле, недолго, наверное, первый месяц, прям я испытывал такие, вот, машины, сам купил, BMW, как хотел, ну, вот это было круто. Слушай, а сколько у тебя водительский стаж в целом? С 18 лет, ну, как вот, 18 исполнилось, права получил, да, получать 7 лет. Расход такое дело, то есть, иногда бывает, то есть, я реально еду спокойно, тихо, там, музычку слушаю, там, 12-11, когда я топлю, там, 15-16, вот, один раз ехал очень быстро в Москву, было 18. Расскажи про интересный случай на дороге, там, может быть, это какая-то предаваренная ситуация, когда кто-то выбегает на дорогу, там, лось, например, кто-то еще, вот, бывали ли у тебя такие ситуации? Да, ну, помимо того, что ли, там, часто водители на дороге не смотрят в зеркала и перестраиваются в тебя, это все понятно, был один реально интересный случай, как-то раз мы ехали из Санкт-Петербурга двумя машинами, ехал я в одной машине с людьми, и, как бы, мой сотрудник на второй машине тоже с людьми, мы ехали груженые, потому что ехали на празднование Нового Года в наш родной город, ну, к семьям, там, к родителям и так далее. Это декабрь, идет страшная метель, а выезжаем мы где-то часов в 7 вечера, может быть, в 6, ну, зима, темно, и страшная метель, видимость очень плохая. Еду я первый, за мной, получается, мой сотрудник, мы едем, и где-то на трассе, уже на М11, на платной, я что-то вижу впереди, но так как идет метель, очень слабая видимость, я вижу, что что-то большое, причем очень большое, лежит по центру полосы, мы едем в левой полосе. Ну, я не понимаю, то есть в этом бликует или что происходит, уже расстояние небольшое становится, я понимаю, что это баллон, огромный баллон резины от фуры, судя по размерам. И я резко ухожу вправо, а мой, получается, сотрудник держал очень маленькую дистанцию, и он уже не успевает ни перестроиться, ни оттормозиться, и пробивает, получается, радиатор, ну, то есть врезается в эту покрышку, она отлетает, он его там ведет, благо, ничего больше, кроме того, что пострадала машина, никто больше не пострадал, ему пробил радиатор, ну, весь бампер и радиатор. Это, в принципе, самое страшное, что случилось, ну, и шок, вот этот, нервы вот эти вот. А на какой скорости это было примерно? Слушай, я точно не помню, но где-то мы ехали, наверное, 140-130, потом сбавили чуть-чуть, и где-то, ну, может, 120-110, и вот я перестроился, он врезался, ну, на сотню точно, чуть больше, чем сотню. Ты больше любишь скорость или комфортное вальяжное вождение? Слушай, все по настроению, вот реально, причем, что у меня может быть очень хорошее настроение, но я еду там 100, в потоке, вообще ни влево, ни вправо, слушаю музыку, а может быть очень хорошее настроение, я хочу навалить прям там. Вот, ну, я на самом деле езжу когда как, то есть иногда просто в комфорте, иногда агрессивно, но агрессивно с умом я никогда не экстренно никого не подрезаю, чтобы прям человеку пришлось оттормаживать. Яков красавчик, будь как Яков. Как бы я, когда еду за рулем, когда гоняю или просто еду, руковожусь всего одним правилом, не можешь срать, не мучаешь жопу, все. Вот как раз мы ехали в Москву с моим партнером на конференцию, скорость была 250, вот мы стабильно ехали всю дорогу 250. Дальше я не стал разгоняться, потому что у меня ограничение на приборке 260, я как бы, ну, не стал проверять, что будет дальше. Вот, ехали спокойно 250, 255. Я брал машину на каждый день, на которой можно быстро наваливать, условно. У меня до этого была 520-я BMW, и мне не хватало вот динамики, не хватало вот этого ускорения, поэтому я поменял на 540-ю. И сейчас меня вот, ну, доделал ее, вот когда прочиповал, выхлоп поставил, меня полностью устраивает, как машина на каждый день. То есть можно покататься и с семьей, условно, медленно, спокойно, а можно одному там прям раздать условно, ну, все по настроению. Типа много штрафов в целом? Ой, штрафов вообще полно, просто. Ну что ж ты так, Яша. Тем более, вот почему-то в последнее время, сейчас лето, погода хорошая, я понимаю, что он скоро закончится, и мне прям хочется форсануть прям жестко, вот, ну, просто даже вперед газануть. И штрафов полно, хотя в Питере немного камеры. Если бы я жил в Москве, мне кажется, я бы разорился уже. Вот, ну, то есть мне приходит, ну, в день-два точно. А за что? Превышение? Превышение. Это превышение, у меня только за превышение штрафы, других нету. Ну, вот, недавно за выделенку пришел. А парковка? Нет, паркуюсь, я всегда, как бы, 100 рублей оплатить за платную парковку на один часик не составляет труда, чем потом полторашку или сколько там, 2-2, 500, я даже не знаю. Значит, деньги в арбитраже все-таки есть? Ну, вот, в Питере с этим попроще, потому что в Москве ты достанешь, там, там, совсем другие ценники. Вообще, 390, там, и не всегда бывают места, а в Питере всегда есть, как бы, свободное место. Ну, да, Питер рулит, в общем, ребята. Да, это точно. И как отвечаешь? Слушай, я всегда отвечаю, что на рекламе, то есть, я, ну, как бы, рекламирую что-то. Заливает Яков. Без конкретики, да, то есть, ты не говоришь, что... Да, 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 ну, если начинаю, то там, обычно это происходит, что, слушай, вот, рекламу делаешь, а вот у меня там кто-то в Инстаграме что-то делает, настрой мне. Я говорю, слушай, ну, мы, у меня специфика другая, там, БАДы продаю, то есть, по БАДам и только, и с Россией не работаю. Давайте поговорим про арбитраж все-таки, да, мы же не только на машинах катаемся здесь, но и про арбитраж тоже говорим. В апреле выходило на Traffic Cardinal интервью, где ты рассказывал, что ищешь новых ребят-байеров на направлении TikTok, Google, тизерки. Расскажи, как успехи с этим и что из этого вышло? Слушай, на самом деле никак. Ничего не вышло, мы искали ребят, все, кто откликались, это, в принципе, джуны или байеры, но не готовы были взять на себя ответственность, как бы разработать с нуля отдел, да, начать что-то, генерить какую-то прибыль и набирать под себя людей, штат и так далее. То есть, по факту, людей откликов много, но руководителей из них мы не нашли ни одного, поэтому пока эту идею поставили на стоп. Скажи, а ты не пробовал ставить ребят из других отделов, как руководителей, на новое направление? Допустим, у него хорошо работает, получается, с известным нам источником, ну и, соответственно, масштабируем его опыт на другие источники? Мы не пробовали, думали об этом, как это должно быть, какие там схемы зарплаты будут, может быть какой-то гарант, потому что, ну, явно через там один, два, три месяца результатов не будет. Но, как бы, эту идею мы тоже, грубо говоря, похоронили, потому что, убирая из нашего действующего источника каких-то ценных кадров, мы, как бы, теряем в моменте. И, возможно, в новом источнике все равно ничего не получится. Вы сейчас стоите только нутру или на другие вертикали тоже? Пока что только нутру. То есть, в планах, как бы, на долгосрок это через год уйти в геймблу, а оптимистичные, то есть, как бы, если все получится хорошо, то с 2023 года, прямо там, с января, с февраля, вот так вот. То есть, мы будем знать репети не только как нутру, но еще и как нутру? Очень надеюсь, очень надеюсь. Хорошо. Расскажи, как изменилась работа с нутрой за последние полгода? Что поменялось, что нового? Какие-то моменты бы ты отметил основные? Слушай, да, за последние полгода, на самом деле, особо много изменений мы не увидели. Возможно, локально, то есть, каждый месяц, там, каждую неделю, какого-то вида банов или риджектов становится больше. То есть, условно, мы раньше делали акцент на одно, работали с одним, сейчас делаем акцент уже на другое, работаем больше с другими банами. Профита без банов не бывает. В плане, нам приходилось раньше обходить один вид банов, сейчас приходится обходить больше другой вид банов, чем прежний. Вот, вот это, то есть, динамика стала выше. То есть, если раньше у нас было все спокойно, то сейчас вот прям волнами, да? Борки. Особенно на данный момент, вот в этот день, как мы сейчас записываем интервью, сейчас достаточно жесткая ситуация, у нас очень кардинально сильная просадка, потому что очень сильно банят нас в фанпейджи. У нас в фанке все отлетают, ничего не живет, ни нового типа, ни старого. Вот. Но мы с этим справимся не впервые. Есть мнение, что новые, нового образца фанпейджи работают лучше, чем прежние. Что ты об этом думаешь? Они действительно работают лучше, чем прежние, по крайней мере, у нас. То есть, условно выглядит это, что нового типа отлетает через три дня, там, через один-терри дня. Главное, чтобы они не отлетали так же быстро, как ты разгоняешься до сотки. А старые фанки, старого образца, то есть, они отлетают там за сколько часов? То есть, вот так это сейчас работает. Ну, и лично у нас. Есть ли у тебя рецепт продления жизни в фанпейджи? Пока нет. Пока нет. Если бы знал, то, наверное, бы у нас не была, ну, очень, настолько сильная просадка, как сейчас. Вот. Но буду работать над этим, как бы сам тыкать, кликать, заливать, тесте, смотреть. ПСРД. Что ты про это скажешь? Работают. То есть, по ЗРД-аккаунту, прошедшие ЗРД-аккаунты, мы с ними работаем. Вяжем на них аккаунты, автореги. Используем как фармы, как мамки. Окей. Какая сейчас типовая схема фарма? Какую ты посоветуешь ребятам? Допустим, вот, ну, скажем, начинаем делать команду арбитражную, пока не так много ресурсов. Вот. Как бы ты посоветовал ребятам с минимальными затратами правильно фармить аккаунты для нутро? Слушай, я бы посоветовал покупать их. Покупать? Да, я бы посоветовал. Если мы говорим о минимальных затратах и о новичках, ну, предположим, у которых не очень большой бюджет на вход, то покупать. Потому что тут же как нужно потестить схему фарма, например. Потестить одно, второе, третье. Тесты – это деньги. Помимо этого, тебе же надо еще тестить там офферы, связки, прокладки, гео, тестить залив, да, как забанят так, не забанят так. То есть и получится как бы тестим тут, тестим тут. И, возможно, ни там, ни тут не будет результатов. Ты будешь еще и не понимать. То есть, может быть, это у меня фарм плохой, меня там на чекпоинты выкидывает селфица, все. А может быть, в чем-то другом дело. Вот. Поэтому я бы посоветовал покупать. Перед покупкой какие моменты нужно посмотреть, чтобы тебя не обманули, чтобы ты не понял, что это совсем не тот фарм, который ты берешь? Слушай, это брать минимальное количество аккаунтов. То есть, реально, на словах, как говорится, ты и Лев Толстой. Вот. Поэтому это берешь минимальное количество, ну, узнаешь, все водные, берешь минимальное количество, сколько тебе нужно за тестить. Один, два, пять, там, ну, десять. Все от бюджета, да? Что-то понимаешь, делаешь вывод. То есть, тестишь А, Б, С, Д селлеров и делаешь вывод, с кем тебе выгодно работать, где цена-качество, на том уровне, который тебе нужно. Окей. Какие платежки сейчас используешь? Мы используем Brokart и Adirpay. То есть, ну, это ни для кого не секрет, две платежки, которые на рынке сейчас хорошо зарекомендовали, и с ними можно работать. Но для новичков посоветую Brokart, потому что, если мы говорим о маленьких бюджетах, Brokart будет более выгоден, потому что там деньги на общем счету лежат, и, как бы, все карты подсасываются к этому общему счету. А в Adirpay тебе нужно конкретную карту пополнять, то есть, оборотки расходуются в моменте больше. Субтитры сделал DimaTorzok Если мы говорим, допустим, про схему Preland и Land, как ты считаешь, будет ли хорошей идеей поместить форму регистрации на Preland? Есть идеальный сайт, и еще подробнее ознакомиться. Есть переход на лендинг. Есть большое количество мнений касательно построения лендинга. Я не буду спрашивать, пожалуй, про идеальный ленд. Вот на твой взгляд, какие элементы ленда должны быть, что работает сейчас лучше всего? Слушай, лучше всего... Ну, мы плотно этим не занимаемся. Как бы на ту информацию, которая у нас имеется, я могу сказать, что лучше всего работает это, когда на ленде есть... От чего этот препарат лечит, то есть, перечень, кому он подойдет условно. Так, 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 да. Его состав, потому что на это многие обращают внимание. И самое главное, отзывы. То есть, от чего он лечит, что у человека болит и как это изменится. И отзывы. Вот это самое главное. А отзывы какие, ты имеешь в виду? Лучше всего видеоотзывы, текстовые отзывы? Лучше всего хорошо работает, когда как бы... Как будто инстаграмные звезды дают отзывы. А какой классический подход сейчас работает лучше всего? Это доктор или это кто-то другой? У нас вообще работает много чего. Это доктор, это какая-то местная селеба, это доктор селеба. То есть, вот эти два подхода, как бы селеба-доктор и микс из них, работают в наибольшей степени лучше всего у нас. То есть, также мы используем какие-то местные истории, рассказы, какие-то блоги кого-то. Но лучше всего работает то, что я вот сказал. Как бы объем таких прокладок у нас наивысший и с них ледов больше всего. Давай теперь поговорим про выход на новое гео. Вот есть, например, гео, которое вам бы хотелось бы забрать себе, вам какие-то хорошие показать результаты. Как обычно происходит работа с новым гео? Вы все бюджеты туда направляете, например, да? Или бы наоборот очень так точечно масштабировано прощупываете почву? Как бы каждый арбитражник должен понимать, что условно то, что у вас работает на одной стороне, не факт, что будет работать такая же как бы связка, там, ваша воронка, условно, полностью, там, Proclone, Land, Creo, Text и так далее. Она не факт, что будет работать у соседней страны и даже не соседней. А если мы говорим про континенты, так это, ну, небо и земля. Потому что, к примеру, то, что у нас хорошо работает на Латаме, у нас в Индии вообще не заходит. Просто от слова совсем. Поэтому точечно проливаем много крео, делаем и так, и сяк, изучаем спаи, собираем условия, точнее, собираем условия с партнерок. Когда мы собрали условия, выбираем, ну, максимально лучшие для нас, изучаем спаи, делаем, генерируем идеи, делаем свое, несколько подходов. Подходы масштабируем, ну, как бы копипастим, да, то есть, чтобы разные были там визуалы, текста и так далее. То есть, один, пять подходов, каждого подхода сделал по три штуки. Заливаешь, смотришь результаты. Также по прокладкам, точно так же. Как испокарить его? Вот такая тема. Отлично. А какие гио сейчас в топе? Топ-3? Для нас? Да. Слушай, у нас есть вот там в топ-3, то есть, это, наверное, Мексика, Колумбия, Перу, вот так вот скажу. Какие офферы сейчас наиболее востребованы? Что чаще покупают люди? Слушай, по офферам не буду говорить, а скажу по тематикам, что на самом деле заходят все тематики. Просто вопрос, опять же, к подходу и к тому, как ты продаешь. Но мы сейчас говорим про нутру, про белую товарку я ничего не могу сказать и там про остальные вертикали. Вот, но как бы в топе это там гипертония, простатит, похудение, такие вечные темы, которые всегда у нас, по крайней мере, в нашей команде в топе. Какой процент выкупа является классным? За что бы ты сказал себе, я молодец, например? Слушай, это же индивидуально, все зависит от гео, оффера, там, тематики, не могу сказать. Еще это во-первых, а во-вторых, многие партнерки выкуп скрывают реально. Уже через несколько секунд мы узнаем, кто Лев Толстой, а кто... Ну, ну вы поняли. Яков возьмет разгон от нуля до ста, а мы измерим результат со специального устройства, драги. В общем, запасайтесь попкорном и делайте ставки, дамы и господа. Пожелаем Яше удачи. Ну и разогнался ты Яше, как тормозить-то будешь? Как сейчас выглядит команда RPT? Сколько человек и кто чем занимается? Слушай, на данный момент нас, вспомнить бы, нас за 30 человек, то есть байеров из них человек 25. Существует, то есть, ну, выглядит джун, потом байер, и над ними темлит. Темлит руководит и джуном, и байером. Также есть, ну, получается, мы, как овнеры, мы выполняем некоторые функции, то есть Леня больше там по административке, по работе как раз-таки с платежками, по финансам, по документообороту. Вот, я больше по трафику, то есть я как бы непосредственно руковожу темлитами. Вот темлиты руководят байерами. Есть два креативщика штатных, они на удаленке. Есть, как бы, программист, который там занимается версткой, неверсткой, настраиванием, API, тоже на удаленке. Офис-менеджер, HR, в принципе, все. Слушай, когда, например, джун приходит к тебе и говорит, хочу стать темледом, да, там, как хороший солдат хочет стать генералом, соответственно, какие действия ты предлагаешь ему для того, чтобы он прошел этот путь до темледа? Слушай, у нас есть KPI, во-первых, джуну сначала неплохо бы стать байером, и у нас есть KPI, переходы из джуна в байеры. После того, как он становится байером, сколько это льет, мы видим, он изъявляет желание, у нас есть там ТЗ, например, да, что нужно сделать. Оно, нет такого, что оно какое-то постоянное, есть, ну, оно все время вариативное, вот. Но в целом мы смотрим на качество людей, то есть, как он берет на себя какую-то ответственность, в целом, что он делает для команды, а как он больше работает для себя или помогает, берет ответственность, проявляет инициативу, давайте это, то, замутим, что-то сделаем. Вот на такие качества мы больше всего смотрим. Бывало ли так, что в порыве за тем, чтобы стать байером, человек, например, не знаю, крал связку? Жулик, не воруй! Как ты поставлял по-другому товарища в команде? Нет, у нас позиция компании, как бы, что максимальная открытость, то есть, украсть ничего нельзя, потому что и так все открыто. То есть, и, ну, в принципе, такого понятия нет, у нас вот все могут лить хоть одну связку, вот, то есть, такая политика и такая позиция, то есть, ну, в принципе, как бы, нельзя сказать, что кто-то может что-то украсть. Ты должен, как бы, не только брать у команды, но и отдавать. То есть, плохо, когда ты только берешь, и также плохо, когда ты только отдаешь. А ты веришь в тимбилдинге вообще в целом? Да. Какой был самый эффективный тимбилдинг? Слушай, мы разные форматы проводим, как бы не сказать, что у нас там прям вот классический тимбилдинг, что типа мы куда-то приезжаем и разговариваем, да, то есть, это какое-то просто отстраненное от офиса место. У нас в тимбилдинге это, там, спортивные форматы есть, классические, где мы просто кушаем там и пьем, причем, что могут проходить в офисе, могут в ресторане и по-разному. Но в целом, то есть, смотря, что ты хочешь от тимбилдинга получить, мы преследуем такие цели, что сплоченность, общий дух, чтобы человек расслабился, чтобы он немножко, ну, как бы, не в работе был, голову разгрузил. То есть, вот это, то, что мы преследуем, нам это удается. То есть, надо же тоже понимать, или что ты делаешь в тимбилдинге. Если ты там хочешь, как бы, увеличить профит и как-то, не знаю, чтобы у тебя ROI стали не 100, а 200, то я думаю, что не работает. Касательно ребят, которые у тебя в команде, они ездят на таких же классных тачках или как-то все-таки попроще еще? Пока попроще. Пока попроще. Но мы, как бы, с позиции овнеров делаем все для того, чтобы они ездили на еще лучших тачках. Когда они уже купят себе S-класс? А не мотивируются этим? Ну, честно, я не задавал такой вопрос, но я думаю, что да. Да, я помню, у меня один сотрудник говорит, что, чел, ну, типа, ты красавчик, ты там младше меня, ты уже там добился. Я, говорит, ну, типа, тоже так хочу. Говорит, ну, пятерка – это мечта. Вот, кстати, у нас у многих в команде BMW, как бы, мечта по сравнению с Мерседесом. Хотя я сейчас сам, если эту продам, то возьму Мерседес, хочу на Мерси поездить. Тебе какая-нибудь помогала медийность в работе с партнерками? И я не буду говорить, с какой партнеркой это произошло. Да, один раз был реально очень странный кейс. Абсурдный, я бы сказал. Речь стояла, там, за 300 или 400 долларов всего лишь. Но тут уже было дело принципа, что, ну, как бы, додавить. И в итоге, ну, не то что додавить, мы были объективно правы, у нас были все пруфы, все скриншоты. То есть, я никогда не газую тогда, когда я неправ. Мы, как бы, всегда, мы лучше извинимся, потому что, ну, это наши партнеры. Нам в... Здесь, сейчас бабки нахер не нужны, если мы можем годами работать, годами зарабатывать. А сейчас там любую сумму урвать, это, ну, не наш лозунг. Отношение дороже денег. Да, репутация, да. Вот, поэтому... И у нас все есть, и с нами не идут на контакт. И после смс-ки, когда я говорю, окей, если мы сейчас это не решаем, я пощу во все свои паблики и, как бы, прошу всех своих, там, медиа-друзей, у кого есть, там, свои медиа, какие-то платформы, зарепостить это. Потому что, ну, объективно, вы не правы, и объективно, это не та сумма, которая, ну, как бы, я понимаю, там, кассовый разрыв или что-то, там, 300-400 долларов. Просто дело принципа уже. Ну, да. После этой смс-ки мы все решили. То есть, один раз, как бы, такое было. Супер, представь ситуацию, что ты встаешь на линии, и рядом с тобой в тачке справа встает Цукерберг. Твои действия. Слушай, ну, как минимум, я крайне сильно удивлюсь. Я удивлюсь, и мы пытаюсь, конечно, зарубиться. Да нет, на самом деле, нет. Я, как бы, не очень люблю вот это вот, ну, предположим, что Цукерберг – это из разряда фантазии, а какой-то блогер, такое бывает, ну, реально, то есть, кого-то там, особенно в Москве, часто бывает. Ну, я никогда не грацую, потому что, ну, не очень это люблю, как-то мне… Я испытываю стыд от этого, не знаю, почему. То есть, мне, как бы, стыдно, что ли, и я не делаю. То есть, я не фоткаюсь никогда с блогерами и так далее. Вот, но Цукерберг, я попытался его бы сфоткать, что, типа, смотрите, я видел этого тела вживую. Это было бы легендарное фоткать. Да, да, да. Причем вот так. Супер. Итак, друзья, у нас рубрика «Блиц», и сейчас мы зададим Якову несколько провокационных вопросов, поэтому давайте послушаем, что же он ответит. Итак, первое, что бы ты выбрал, никогда больше не арбитражить или никогда больше не кататься на своей машине? Сложный выбор, понимаю, да? Очень сложный выбор, никогда не кататься на своей машине. Ага, отлично. А Rolls-Royce или Bugatti? Пока что Bugatti. Как думаешь, если бы ты не занимался арбитражем, ты смог купить такую машину? Думаю, да. Отлично. Какое максимальное количество рядов было в день? Шесть, восемьсот, если я не ошибаюсь. Супер. Играл в шашечки на дороге? Было дело. Было дело. Садился пьяным за руль? Никогда в жизни. Машину какого цвета ты бы никогда не купил? Трудный вопрос. Мне кажется, я бы любого цвета на самом деле мог бы купить и мог бы ездить. Даже на розовом. Ты эмоционально ведешь себя на дорогах? Материшься на водителей пешеходов? Нет. В редких случаях, когда пытаются въехать в крыло. А команду ругаешь, если косячат? Нет. Никогда? Сейчас стараюсь не повышать голос вообще ни при каком раскладе. Это очень редкость. Прям крайне. Почти не бывает такого. Что для тебя эмоционально тяжелее? Шторм ФБ или поломка авто? Слушай. Ни того, ни того. Ну, поломки авто не было. Такой прям критичной, долгой или что-то там. Ну, вообще ничего не ломалось. А к шторму ФБ я, ну, привык. Это что-то как диета для меня уже, понимаете? Ни то, ни другое не страшно. Да. В принципе, я думаю, что если есть деньги, то поломка авто особо не страшна. А шторм ФБ, я говорю, это, ну, дом родной. Цукерберг, тебе нас не запугать. Что сделаешь, если тебя подрежет первобильщик? Ты гоня его. И дальше? Как бы ты назвал арбитражника, который кидает жалобу на чужую рекламу? Честно, никогда не думал. Равнодушно. Просто кинул и кинул. Устраняет конкурентов, это бизнес его, можно понять. Акулу бизнесу, да? Да, вот они. Окей. Оплачиваешь биллинг после блокировки? После блокировки аккаунта? Да. Нет. Хорошо. Честно. Комфорт или скорость? Комфортная скорость. Комфортная скорость. Отлично. Если тебя, не дай бог, лишат прав, чем заменишь покатушки? Интересные вопросы, заставляет меня думать с того ракурса, с которого я не думал. Даже не знаю, чем. Буду заменять тем, что буду ездить на пассажирском. Желательно, своем моем. С личным водителем. Естественно. Правда, нету. Форсаж или бумер? Смотря с какой стороны посмотреть. Те эмоции, которые я испытываю сейчас после заезда в Форсаж. Форсаж, отлично. А в обычное время бумер. Другое время. Хорошо. Закончи фразу. Арбитражник без авто. Арбитражник без авто. И так, Яков, какой был твой результат по итогу? Мой результат получился 4,67. Я немного опечален. Недоволен? Недоволен, да. Но думаю, что это возможно из-за жары. Потому что сейчас 30 градусов на улице. Возможно, машинка подустала. Жарко. Все дела. Поэтому так. Расскажи о своих впечатлениях. Это было с тобой в первый раз. Да, это дикие, крутые эмоции. Мне очень понравился трек. Особенно на своей машине. Покатался, поездил, позамерял. Очень интересно. Мне вообще вся движуха с машинами достаточно интересна. Не прям я фанатею, но очень увлекаюсь. И это очень крутые эмоции, крутой опыт. Спасибо вам большое. Всегда welcome. Расскажи про планы команды на этот непростой 2022 год и на начало 2023. Что планируешь? Может быть, какие-то цифры или, допустим, просто общее представление о том, как будет развиваться РПТ-команда в ближайшее время? Слушай, планы такие, что мы развиваемся не вот так, а лесенкой. То есть раз и зафиксировались. Мы сейчас добрали человек, нас стало уже за 30 со всеми. С программистами, чарами и так далее. Сейчас мы фиксируемся. Дорабатываем до нужных цифр нам, всех сотрудников. Чтобы не было такого, знаешь, что кто-то там льет вот столько, а кто-то льет вот столько. И разрыв, ну, очень большой зазор. Чтобы нижняя планка была та, которая нам нужна у каждого сотрудника. Работаем над этим. Далее уже, скорее всего, это будет либо декабрь, либо уже 2023 год. Мы будем добираться в планах, наверное, за 2023 год успеть набрать и довести до идеала. Ну, условно, да, до идеала. До нашего идеала, который нам нужен. Около 70-100 человек и геймбла. Освоить геймблу, потому что мне кажется, что геймбла это более, так скажем, капиталоемкий рынок. То есть там просто бабок больше. Просто, ну, людей больше и элементарно денег больше, поэтому и заработать можно больше. Вот, освоить геймблу, чтобы как минимум было две вертикали. Вот так вот скажу, хочется две вертикали. Какие они будут, это уже другой вопрос. Окей, Яков, спасибо тебе большое за интервью. Желаем тебе удачи в развитии команды. Уверен, что все будет отлично. Чтобы 2023 год был тоже замечательным. Чтобы самолеты летали чаще, друзья, да, тоже очень хорошее пожелание. Вот, ну и подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки. Мне кажется, Яков провел отличный заезд. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Всем пока. Спасибо за просмотры.